Привет, мобильные геймеры! Вы как всегда на канале MobileGamer и сегодня мы поговорим о последних новостях по ремейку Aerie F2, а именно о игре Project F2, а также порассуждаем на тему, почему же Project F2 можно не ждать ни в этом году, ни в следующем. И почему данная игра вообще может не выйти. Поэтому, если тебе интересно, усаживайся поудобнее и не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS Ну а мы начинаем! Из последнего видеоролика по Project F2 прошел уже целый месяц. И что же произошло за прошедший месяц? А в общем-то ничего особенного. Как не было Project F2, так и нет. Вы можете сказать, что Vialfo, главный разработчик данной игры, скинул нам кэш и АПК. Но в общем-то от этого кэша и АПК толка-то нет. Потому что они зашифрованы. А чтобы расшифровать, нужны нормальные специалисты. Нужно разрешение Куока Геймс. А Vialfo как кормит нас с обещаниями, так и кормит. В середине января он обещал нам сообщить точную дату выхода Project F2 в свет. Но этого не произошло. И поэтому я решил написать самому Vialfo в личку в дискорде. На что он мне ответил, что именно в ту дату он не обещал, что игра выйдет. Дальше пошли басни о том, что у него там проблемы с оперативкой. Потом еще пошли басни, что у него нет времени. Что он тратит только 3 часа на саму игру. Что его дискорд профиль взломали. И так далее. Потом он начал нести пургу про Куока Геймс, что они распались. И все в таком духе. Также рассказал о новом проекте Куока Геймс, о котором я рассказывал еще не знаю, в декабре прошлого года. У меня даже есть видосы на данную тему. Подсказочка будет сверху. Вы знаете, я многих слышал, многие люди рассказывали мне какую-то дизунфу. Вы все помните группу ВК, с которой я поссорился. И которая рассказывала про возможный выход RF2. Также я рассказывал вам про RF2 новости. Вообще не советую туда заходить и смотреть в нее. Также мне многие пользователи в дискорде рассказывали, вот, RF2 выйдет еще в 20-м году. И что? Ничего не произошло. А сейчас нам тот же Виалфа пытается доказать, что и заверить всех нас, что Project RF2 скоро выйдет. Да, мы можем еще ждать так несколько лет. Вот некоторые ждут RF2. Я, конечно, тоже жду. Кто-то там даже верит, что она выйдет там в апреле-май на юбилей RF2. Тогда ей исполнится год с момента закрытия самой RF2. Но я не думаю, что это произойдет, так как никаких предпосылок к этому нет. Да, изменяется там что-то с сайтом, ShopCoco Games и так далее. Но это не официальная информация. Не было никаких заявлений от самого разработчика. Но что-то я отошел от темы, и некоторые пользователи начали показывать вот такие скрины с информацией, что ни в коем случае не верить данному пользователю. А именно Виалфу, который рассказывает нам про фан-мейт игру, а именно про Project RF2, так как у него нет на это никакого права, он не связан с Quoco Games, а также он нарушает соглашение Quoco Games по разработке RF2. И я частично согласен с этим человеком. Конечно, ваше право верить ему или нет. Я ему частично верю, так как никаких предпосылок к выходу Project RF2 нет. Зашифрованный кэш никто не отшифрует. Виалфу это не разработчик, он не квалифицированный разработчик. У него нет никаких доказательств, что он связан с Quoco Games. А как по мне, это только его догадки. Да, вы можете мне не верить, но это мое право. Право не верить данному человеку. Можете, конечно, и дальше верить данному человеку, слушать его подачки, то, что скоро данную игру отшифруют и ее смогут запустить. Но понимаете, что у данного человека нет денег на сервер, про что он сам и говорил. Лично я в ожидании игры War in Arms, и чего вам также советую сделать, так как у War in Arms есть бюджет, у War in Arms есть разработчики, у War in Arms есть команды, и есть все предпосылки к скорейшему выходу War in Arms в релиз. И как вы все знаете, в апреле или в марте уже будет открытое бета-тестирование игры War in Arms. Поэтому будем ждать. Но на этом у меня все. Будет интересно узнать в комментариях, ждете ли вы Project F2, верите ли вы еще в Виалфу и верите, что Project F2 выйдет в этом году. Ну а с вами, как всегда, был Mobile Gamer. Не болейте и играйте только в хорошие игры. Пока-пока, и увидимся уже в следующих видеороликах не только по Project F2, но и по другим мобильным играм. До скорого!